В Жирновском районе полицейский выясняет обстоятельства получения травм 42-летним местным жителям. С множественными переломами и другими увечьями мужчина был госпитализирован со своей квартиры в больницу. Оперативники задержали подозреваемого в нанесении ему телесных повреждений. Им оказался 29-летний знакомый пострадавшего. По предварительным данным, между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники Центра по противодействию экстремизму областного главка совместно с коллегами из Управления ФСБ региона задержали группу лиц, подозреваемых в организации незаконной миграции. Подозреваемые за несколько лет фиктивно зарегистрировали в домовладении в Дзержинском районе порядка 2,5 тысяч иностранных граждан. В противоправной деятельности имели отношение еще трое подозреваемых. Директор коммерческой организации, занимающийся тестированием иностранных граждан, и двое его сотрудниц, которые без соблюдения установленной процедуры принимали у иностранцев комплексный экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. После получения всех необходимых документов иностранцы получали миграционные службы патенты на работу и свободно перемещались как по области, так и выезжали на работу в другие регионы страны. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело. Страшное ДТП, унесшее жизни семьи из трех человек, произошло вчера утром. 31-летний глава семьи управлял автомашиной «Форд Фокус» на трассе во Фроловском районе. Во избежание столкновения с неустановленной автомашиной, водитель которой выполнял обгон, он выехал на обочину, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомашины «Форд Фокус», его супруга и полугодовалый сын скончались на месте. Их трехлетняя дочь с травмами госпитализирована. Неустановленным водителем, предположительно спровоцировавшим аварию, оказалась 47-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW. Она задержана. Уважаемые автомобилисты, во избежание трагедии на дорогах соблюдайте скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и пользуйтесь ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами.